Всем друзья привет! Действующий чемпион Алекс Волкановский едва пришел в себя после нокаута и вот-вот подерется против молодого проспекта Илии Тапури, который борется, дышит и вырубает не хуже Махачева. Интересно то, что поражений у Волка в его родной весовой нет и даже Макс Холлоуэй был трижды бит, но как вы знаете, все бывает в первый раз. Разбираем бой, кто заберет пояс чемпиона, ждет ли нас новое проклятие этой картинки, сможет ли Тапури добить Волка, который 100% не восстановился после нокаута или Великий на опыте разберет молодого. С вами как всегда Евгений Ткаченко, с вас лайк, ставьте прямо сейчас и поехали! Начнем по традиции, с кардиоопыта и антропометрии. Ну здесь все по сути просто, у нас чемпион, который пять раз защитил пояс, успел забраться на первую строчку рейтинга паунд-фу-паунд и даже попытался стать двойным чемпионом. В дивизионе Волка по сути равных ему не было, только бои с Максом были для него такие потные и то третья встреча получилась в одну калитку. Последний бой был в полулегком, это защита против Яера Родригеса, но она была прям совсем смешная, Волк там даже не вспотел. И вот настало время, когда молодая кровь дышит тебе в затылок, постоянно появляются новые хищники в джунглях, которые претендуют на чемпионский трон, Тапурия уже здесь, где-то еще подбирается Мавсар Евлоев. Понятное дело, что в опыте Тапурия не сравнится против Волкановски и соперников близких к Волку у него не было даже ну совсем. Максимум это Джуж Эммет, но кто такой Джуж Эммет в чемпионской гонке? Но главное, Тапурия получил опыт прохождения дистанции в 25 минут и можно рассчитывать, что Волкановский его не сожрет темпом за 3 раунда, это реально хорошо. Поэтому в опыте говорить особо нечего, в кардио я тоже думаю Волкановский в разы лучше, он добавляет от раунда к раунду. Как бешеный постоянно прет вперед, давит, болит, набрасывает комбинации по 5-6 ударов, ну правда безумец. Тапурия, да, прошел 5 раундов, но там был темп не тот, там он диктовал условия свои, а Эммет ждал момента, чтобы попасть. В этом бою Тапурии нужно будет отдать всего себя, чтобы хотя бы простоять все 5 раундов. Но если поединок затянется и Волкановский покажет форму похожую, какая была с Максом или Иером, то будет максимально Тапурии здесь тяжко. В антропометрии здесь различия небольшие, по сути только в размахе руку Волка он больше на 7 сантиметров. А, но еще и важно возраст, Тапурия младше аж на 9 лет. То есть он еще молодой, только набирает и улучшается. Когда Волкановский биться в 35 в полулегком, ну тяжеловато, и я думаю он свой пик миновал. Одна из лучших его форм была в трилогии, наверное, против Максата, а дальше уже начался потихоньку у него регресс. Да и заход в легкий дивизион и нокаут от Хайкика тоже здоровья ему не прибавил. Теперь переходим к борьбе, и здесь у нас все тоже очень весело. Илья Тапурии опасен во всех аспектах и особенно в партере. Он миксует стили и всегда готов пройти тебе в две ноги, на конвасе он тоже не лежит, ничего не выжидает. А сразу ищет позицию, с которой можно тебя добить, филигранные забеги в стойке, смены позиции, атака слева, забегание, бьет справа. Ну и конечно может угрожать фирменной гильотиной или удушением сзади. Того же Эммита, который с хорошей базой борца, он без проблем контролировал и пробивал ему удары сверху. Конечно, Волкановский на конвасе тоже очень, мягко сказать, непрост. Особенно после боя против Махачева, где он противостоял элитному борцу с другой весовой категории, он-то был не просто не размазан в партере. А еще и давал отпор, пытался бороть сам, но и под занавес боя забрал позицию и даже подобивал сверху. И в реванше против Махачева, если помните, он на старте сможет заблокировать попытку бороться и в очередной раз покажет свою еще великолепнейшую защиту. Поэтому если представить, как Тапури идет бороться и бросает Волка, ну прям очень сложно. А представить, что он его еще и удерживает, бьет сверху, но это кажется будто бы сказкой. Но и сам Волк, он не сильно любит прыгать в борьбу и проводить бои в таком борцовском стиле. У него подключение партера это план Б или даже С. И думать, что Алекс в этом бою включит борцуху тоже сложно, и я в это не поверю, что он прям там, знаете, раскатает Тапурио на конвайсе, ведь этот парень тоже умеет бороться. Поэтому что у нас по шансам? Тапурио крутой, реально крутой, но будет интересно, какая у него борьба против Волка. Против других-то уже понятно, борьба есть и она хорошая, но мы-то знаем, что в этом спорте есть уровни. И какая борьба у него против такого чемпиона, мы еще посмотрим. И вот теперь ударная техника. Алекс Волкановский один из самых неудобных соперников стойки. Он прессингующий, накидывающий по всем этажам, отбивает тебе ноги, тут же прыгает с боковыми, отскакивает назад и снова и снова идет в атаку. Для такого стиля должен быть хороший бензобак, и он у него, мы знаем, имеется. Волкановский постоянно делает маневры, смещается. Очень сложно предугадать, откуда он ударит сейчас и насколько сильно. Удары у него тоже увесистые, не сказать, что прям вырубает как Джош Эммит, но потрясти вполне может. Он мощно разбился мбака, да и Махачеву пару раз прилетал в первом поединке прям, ну, плотненько. В этом бою он, вероятно, будет придерживаться своего стиля или даже будет работать аккуратнее. Ведь он идет после нокаута и времени прошло-то всего ничего. Говорят, после тяжелого нокаута нужно восстанавливаться года пол, минимум и не спарринговать вообще. А он меньше, чем через 4 месяца идет в бою против максимально сильно бьющего претендента. Тапурия очень взрывной боец, делает акцент на бокс, отего редко можно увидеть безумные вертушки или что-то около того. Он прям уверен в своих руках, тоже любит давить, обрезать углы, зажимать и поиграть чисто в боксе. Высокая точность и скорость позволяют Тапурии разбивать оппонента даже одной рукой, либо острым левым джебом, либо жестким правым кроссом. Еще Тапурия хоть и не сильный фанат ударами ног, но умеет бить плотные лоу-кики, порой мощно вкладывается в свои лоу и может заставить соперника хромать. И вот здесь, конечно, опять эта разница в чемпионском опыте. Если бы Волк сейчас шел после победы над Родригесом и не заснул бы в бою с Махачевым, я бы был уверен, что противный стиль Алекса и победа по очкам очень даже здесь кстати. Но когда чемпион, которому 35 лет, который очевидно миновал свой пик, который идет после тяжелейшего нокаута и выходит на максимально жесткого бьющего молодого соперника, у которого еще нет поражений и самое главное Волк говорит, преподам ему урок в стойке. Вот здесь, конечно, можно заиграться и появится много вопросов. Фрэгнуть на бой невероятно сложно выбирать, но я рискну и выберу именно Илью Тапурию. Ну смотрите, в ударке ему есть что предложить, крутой бокс плюс нокаутер в борьбе тоже, сильный грэпплер и хорошие навыки в больной. Ну и вроде знаете, продолжался 5 раундов, тоже хорошо. Главный вопрос это уровень и опыт, какой уровень у Тапурии? Вот при всех его плюсах, вдруг он выйдет и не наступит ни метра Алексу. Или выйдет и вся его борьба и ударка против такого Алекса покажется просто пшиком. Но у меня есть еще один, как говорится, козырь, это нокаут Алекса Волкановски. После такого бойцы прежними не возвращаются, но лучше точно не становятся. Вспомните того же Камару Усмана, только представьте, у него сотрясение мозга, он не восстановился, плюс еще тренировался, спарринговал и все такое. Голова набита знатно, он без отдыха, а ему еще вес придется гонять, и ведь все ему говорили, тебе дружище не нужно возвращаться, успеешь забрать свое. Но Алекс нет, я твердо ворвусь, накажу дюнца, снесу, но и это может быть для него самой большой ошибкой. Помните, Майкл Биспинг захотел быстро вернуться после поражения Сен-Пьеру и как его закончил Гастеллом? Конечно, пример так себе, но я думаю, вы поняли о чем я. Мне кажется, Тапурия нокаутирует его в этом бою. Они просто не успеют помериться опытом и выносливостью. И в раунде втором, или даже первом, Илья его потрясет и все закончится. Пишите, ребят, свое мнение в комментариях, что думаете уже вы, кто победит, Тапурия или Волкановский. Пробивайте свой лайк, если выпуск вам был интересен, если нравятся мои разборы. Ну и просто поддержите мою работу, вы вообще просто лучшие, очень ценю и так вашу обратную связь. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ведь вы сами знаете, какие турниры нас ждут дальше. С вами, как всегда, был Евгений Ткаченко, жду вас в своей телеге, там очень весело и необычно. Залетайте!